Евангелие от Марка, глава шестнадцатая По прошествии субботы Мария Магдалина и Мария Иаковлева и Соломия купили ароматы, чтобы идти помазать его. И очень рано, в первый день недели, приходят ко гробу при восходе солнца, и говорят между собою, кто отвалит нам камень от двери гроба, и, взглянувши, видят, что камень отвален, а он был очень велик. И вошедшего в гроб увидели юношу, сидящего на правой стороне, одетого в белую одежду, и ужаснулись. Он же говорит им, не ужасайтесь, и Иисуса ищите Назарянина распятого, он воскрес, его нет здесь, вот место, где он был положен, но идите, скажите ученикам его и Петру, что он предваряет вас в Галилее, там его увидите, как он сказал вам. И вышедши побежали от гроба. Их объял трепет и ужас, и никому ничего не сказали, потому что боялись. Воскресши рано в первый день недели, Иисус явился сперва Марии Магдалине, из которой изгнал семь бесов. Она пошла и возвестила бывшим с ним плачущим и рыдающим. Но они, услышавши, что он жив, и она видела его, не поверили. После сего явился в ином образе двум из них на дороге, когда они шли в селение. И те, возвратившись, возвестили прочим, но и им не поверили. Наконец явился самим одиннадцати возлежавшим на вечере, и упрекал их за неверие и жестокосердие, что видевшим его воскресшего не поверили. И сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. У веровавших же будут сопровождать сии знамения. Именем Моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей и, если что смертоносное выпьет, не повредит им, возложат руки на больных, и они будут здоровы. Итак, Господь после беседования с ними вознесся на небо и воссел одесную Бога. А они пошли и проповедовали везде, при Господнем содействии и подкреплении Слова последующими знамениями. Аминь. Аминь.